Добыча грунта в языковой балке продолжается, несмотря на запрет севастопольских властей. Штраф Севприроднадзора, судебный иск природоохранной прокуратуры и отзыв разрешения на земляные работы правительством Севастополя не остановил владельца участка, которому изначально выдали ордер на выполнение террасирования и берегоукрепительных работ. О том, что коммерсант продолжает разрушать берег, сообщили депутату Законодательного собрания Севастополя Вячеславу Горелову-Горожане, чьи участки прилегают к территории. Парламентарий выступил в программе актуальной интервью на телеканале НТС 5 ноября. Там ситуация очень вопиющая. То есть в мае месяца этого года человек, которому земельный участок был выделен для совершенно других целей, вдруг занялся добычей полезных ископаемых. Севприроднадзор, межрайонная прокуратура, они свой функционал выполнили, но необходимо, чтобы свой функционал выполнили надзорные контрольные органы. В беседе 5 ноября Вячеслав Горелов отметил, что днем ранее появилась информация о прекращении выемки грунта. Однако сразу после записи программы актуальное интервью стало известно, что перерыв в работе владелец участка сделал всего на один день – 4 ноября. Во вторник незаконная добыча песчаногравийной смеси на продажу продолжилась. Основная апелляция – это к силовикам. Это они должны сейчас реализовать те решения, которые уже приняты правительством города Севастополь. Кроме того, в беседе Вячеслав Горелов затронул вопрос о реконструкции Большой морской особенности благоустройства музея-заповедника Херсонес-Таврический и работы над генеральным планом Севастополя. По словам парламентария, документ представят на обсуждение горожан в начале 2020 года. Подробнее в программе «Актуальное интервью». Продолжение следует...